Вообще, я так слышала, как бы, что-то спросили у тебя, ну, сказал, что, как бы, работаешь на телевидении, значит, что ты тут делаешь? Я говорю, вот у него там, говорю, стай, честный королёв. Я такую фразу запомнила, что сказали, говорит, он, а он нам нужен как раз. Вот такую фразу сказали, что он нам нужен как раз. Да, скажи, как полиция себя вела по отношению ко мне, как я себя вёл, если ты видела? Ну, я, как бы, стояла недалеко от тебя, вот. Ну, как полиция вела? Полиция тебе при задержании сказала, что ты нарушил санитарно-эпидемиологический режим и должен проследовать в отделении полиции для составления протокола. Ну, сказали, что это штраф 15 тысяч рублей. Вот, то же самое говорили и мне, но меня никуда не отвели. Вот, и ты, как бы, не сопротивляйся, проследовал с полицейскими. А до этого, до того, как меня задержали, что происходило, ты помнишь? До того, как задержали, как бы, люди оставались на местах свои, между собой разговаривали, все стояли, не расходились. А скажи, ты слышала, мне какие-то предъявляли требования полицейские? Говорят, много раз мне предъявили, я, значит, не выполнял их. Ты слышала какие-то требования? Не знаю. Никаких требований я не слышала. Они просто что-то начали задавать вам какие-то вопросы. Это все было тихо, мирно, спокойно. Спокойно вы отвечали на их вопросы. Рядом там все люди стояли. Никаких вообще проблем не наблюдалось. И потом уже увидели, что вас уводят. Все тихо, мирно и спокойно. Ни на кого вы там не кидались, ни с кем вы там не ругались. А полицейские говорят, что я ко всем подряд специально подходил, и они ходили за мной и говорили, отойдите от людей. Было такое? Нет, я такого не видела. А вот когда они появились, через сколько примерно минут меня забрали? Грубо говоря, меня первым забрали, а остальные все в этот момент находились, что никто не разошелся по домам? Нет, мы еще оставались. И еще потом вдруг все начали говорить, что вот забрали, забрали. А мы еще стояли, еще там люди... Я еще ушла, а люди все еще стояли. Просто я очень замерзла. Поэтому там еще долго стояли люди. Но вы не слышали, о чем они со мной говорили? Нет, немножко так подальше стояла, просто смотрела. Я что-то так близко не подходила. Я вижу, что вот так... Ну, от обрывки просто фраз такие, вот что-то там про деревья, про деревья, про эти... Ну, к нам тут тоже в этот момент подошли, что полиция что-то спрашивала. Вот. Но я говорю, что все было тихо, никаких сопротивлений я лично не видела. А полиция говорит, что я очень близко подходил к людям, и в частности стоял просто вот чуть ли не в обнимку с Николаем Старостиным. Долгое время. Вот. Вы такое наблюдали, нет? Нет, я не видела. Нет, 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 такого не было. И ко мне близко не подходили так вот все. Да как-то и я далеко так вот стояла, не подходила. И вы все время отходили от людей так. Ну, говорили что-то, но никаких таких проблем, на мой взгляд, не было. Появилось много человек из полиции. Вот. Они стали проводить съемку. И потом полицейские, я не помню кто конкретно, я их всех не знаю в лицо. Они подошли к Роману и сказали ему, что нужно сделать так, чтобы все разошлись, чтобы он сказал всем, кто здесь находится, чтобы они разошлись. На что Роман сказал, что он как бы людей здесь не собирал, и что расходиться по его воле никто не будет, потому что он не организатор происходящего. Вот. После этого там я отошла, выучил какой-то диалог между гражданами. Вот. Роман никому близко не подходил, вот. Никаких противоправных действий не совершал, и сотрудники полиции попросили его проехать в отделение. Он без сопротивления каких-либо его стороны действий проследовал по первому требованию. Продолжение следует...